Всем привет, друзья! Сегодняшний выпуск будет про доработку системы отопления, а конкретно я хочу установить два циркуляционных насоса и поменять краны подачи на радиаторах. В доме у меня сделана двухтрубная система отопления. Всю эту систему монтировал я не сам, а нанимал двух специалистов. На эту тему у меня есть отдельный подробный выпуск, ссылка будет в описании. Вся система отопления у меня разделена в данный момент на три контура, то есть первый контур это первый этаж, второй контур второй этаж и третий контур это теплые полы, но о них сегодня речь не пойдет, но кому интересно, ссылка на выпуск будет в описании. Система отопления в моем доме функционируется 2 октября. Дело в том, что в этот день мне пустили газ. Сейчас уже март, прошло полгода и за это время никаких проблем с отоплением у меня не было. Хотя этой зимой у нас стояли сильные морозы до 30 градусов по несколько дней, но в доме, несмотря на это, было тепло и комфортно. Но все-таки без нескольких нюансов не обошлось. Значит, на первом контуре, то есть на первом этаже у меня смонтировано 11 радиаторов, а на втором контуре, на втором этаже у меня смонтировано 4 радиатора. И самое первое, с чем я столкнулся, это сразу после запуска системы отопления я понял, что на первом этаже радиаторы у меня прогреваются не одинаково. Ну а на примере первый, второй, третий радиатор горячий, четвертый, пятый еле теплые, шестой, седьмой горячие, восьмой и девятый вообще холодные, и десятый, одиннадцатый тоже горячие. Эту проблему мне удалось решить с помощью балансировки каждой батареи. То есть где-то я прикрывал или наоборот открывал полностью кран подачи, а где-то я прикрывал или тоже также на полный открывал кран обратки. Потом бегал с лазерным термометром, замерял температуру каждого радиатора, и я добился того, что все радиаторы теперь прогреваются одинаково, ну может быть с разницей в 2 или в 3 градусов плюс-минус. И то же самое я сделал на втором этаже, и в таком виде система работает уже полгода, и никаких проблем с отоплением нет. Но нюанс заключается в том, что те специалисты, которые монтировали мне систему отопления, они мне сказали купить краны для радиаторов, обычные шаровые, а их, к сожалению, очень трудно отбалансировать. Изначально нужно было сразу покупать краны с вентилями, которые более точно помогут отбалансировать каждый радиатор. Такие краны я установил на коллектор теплых полов. И вообще полностью во всей системе отопления у меня установлено только два циркуляционных насоса. Первый это в самом котле, который установлен на обратке, и второй я установил на подачу на контур теплых полов, но он никак не влияет на работу первого и второго контура. Два дополнительных циркуляционных насоса я решил поставить из-за того, что на первом и на втором контуре у меня очень большие магистрали. И вполне вероятно, что насос, который установлен в газовом котле, не справляется с таким объемом, из-за этого все радиаторы прогреваются по-разному. Доработка системы отопления я планировал заняться летом, но в таком случае я смогу проверить, как повлияли два дополнительных насоса на всю систему только при наступлении отопительного сезона, потому что летом запускать отопление, ну, как-то не очень хочется. Сейчас на улице уже не особо холодно, в данный момент плюс 6, дом я прогрел до 24 градусов, и, в принципе, врезать насосы – это не очень долго, да и к тому же всю систему отопления мне отключать нет необходимости. То есть сейчас я перекрою всю систему, солью с первого контура теплоноситель, и после этого, в принципе, можно запускать второй контур и теплые полы. Ну и, соответственно, потом, наоборот, когда я в первый контур врежу насос, его можно будет заполнить теплоносителем, то есть обычной водой, в моем случае, и потом солью воду со второго контура, а первый контур уже будет функционировать. Кстати, кто-то из моих зрителей спрашивал у меня такой вопрос, какой объем в литрах у меня на каждом контуре, но, к сожалению, такой информации у меня не было, потому что систему отопления я заполнял сразу напрямую из скважины. Кстати, в будущем я планирую туда залить воду, ну, очищенную воду, когда уже установлю систему очистки воды. Ну, а сейчас, когда я буду сливать теплоноситель из системы отопления, мы с вами поймем, какой же все-таки объем в литрах у меня и на первом, и на втором контуре. Ну, а в первую очередь, с чего мне нужно начать, это с того, что мне необходимо развернуть насос, который установлен у меня на контуре теплых полов. Изначально основной частью он у меня был установлен вверх, так делать нельзя, и спасибо моим зрителям, которые обратили на это внимание и написали в комментариях, что насос необходимо установить горизонтально. Но оказывается, что в данный момент он также установлен меня неправильно, и на это обратил внимание мой зритель, который написал в комментариях в предыдущем ролике отдельное спасибо, что часть, куда подключается провод питания, должна смотреть вверх. Сделать это очень просто. Здесь четыре шестигранника, которые необходимо открутить, и просто перевернуть нашу основную часть насоса. Не забудьте обязательно перед тем, как будете переворачивать насос и вообще какие-то проводить с ним манипуляции, отключить его из розетки и обязательно перекрыть краны на подачу, и, ну, в смысле, не на подачу, на магистрали, где установлен ваш насос. Все, сейчас насос я уже снял, и просто мы вот так вот его переворачиваем и обратно закручиваем. Включил котел, полностью перекрыл все контура, кроме одного, и вот, сливаясь, мой теплоноситель. В общем, друзья, с контура первого этажа, там, где у меня установлен 11 радиаторов, у меня получилось 2,5 бедра по 20 литров, то есть того где-то примерно 50 литров. Но что-то мне кажется, что не вся вода слилась с контура, наверное, где-то еще стоит либо в магистрали, либо в радиаторах, но, по крайней мере, она уже не течет оттуда. Но, в принципе, даже если там что-то осталось, это не особо страшно, потому что насос я буду врезать где-то вот здесь, на трубу обратки, и второй насос на второй контур я тоже буду врезать в обратку на трубу, буду стоять он где-то вот здесь, потому что другого места расположения я лучше не нашел. И пока греется утюг для пайки полипропилена, я начну менять краны подачи на радиаторах. Но у меня с ними есть небольшая проблема. Когда я приехал в магазин, то в наличии было всего лишь три штуки. Поэтому сейчас я их поставлю, и, может быть, это даже к лучшему, с точки зрения, что я сейчас посмотрю, изменится ли что-то, будет лучше или нет, и уже приму окончательное решение, менять ли краны на всех остальных радиаторах или нет. Ну и, в принципе, как я ожидал, не вся вода вышла с системы. Ну, правда, здесь немножко плелось, но где-то, видимо, еще она стоит. Ну что ж, один кран я уже установил на радиаторе в котельной, а оставшиеся два крана установлю на радиаторах в кабинете. Почему именно здесь? Да, потому что здесь уже в самое ближайшее время начнут делать чистовую отделку. Обратите внимание, когда будете устанавливать такие краны, здесь есть стрелочка, которая должна смотреть по направлению теплоносителя. Ну, как раз там, где установлена гайка «Американка», она вставляется в радиатор. Это, кстати, большое отличие от кранов шаровых. Там, в принципе, вообще без разницы, в какую сторону их ставить, и там нет направления теплоносителя. А здесь обязательно это нужно учитывать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Друзья, ну что ж, я в курсе. Я впаял уже первый кран. Вот так он выглядит. Так вот он будет у меня закрываться, открываться. Перед установкой насоса обязательно обратите внимание, что на насосе тоже есть стрелка с направлением теплоносителя, и, соответственно, эта стрелка должна смотреть туда, куда идет у нас теплоноситель. То есть у меня он вот так вот будет установлен. И впаял кран, и вспомнил, что забыл установить хомут, чтобы зафиксировать более надежно нашу трубу. Ну, ничего страшного, труба гнется. Сейчас я здесь перфирую отверстие и вставлю хомут. Ну что ж, насос на первый контур я врезал. Правда, я его еще не подключил. Не знаю, успею сегодня или нет. Что-то меня сегодня с работы отвлекает, поэтому я рассчитываю, что сделаю быстрее. Ну, теперь можно заполнять наш контур водой обратно. Ну что ж, друзья, первые предварительные итоги. Я подключил насос к сети, заполнил контур отопления теплоносителем, в моем случае водой, и запустил котел. И буквально 10-15 минут, и все батареи просто огонь. А все они одновременно прогрелись и равномерно. Значит, все-таки проблема была в насосе. Точнее, проблема была в том, что насоса не было. И я доволен результатом. Теперь осталось врезать только второй насос на второй контур. И единственное, что я еще хотел сегодня успеть все это развести красиво в такие вот короба, чтобы здесь розетки не занимать. И подключить насосы к обычным выключателям, чтобы не в розетки их вставлять, и они занимали мне лишние места, а чтобы просто вот включил и выключил как свет. Я думаю, что это будет удобно тем, что, ну, во-первых, я знаю, что насосы станционарные, никуда их перемещать не надо. И на лето в любом случае их надо будет отключать. Или, например, если я захочу отключить теплые полы, то взял и просто выключил выключатель. Я, конечно, такого еще не видел. У всех почему-то они подключены в розетке. Но я думаю, что это будет удобно и красиво. Сливаю сейчас контур второго этажа. К сожалению, прям точно замерить, сколько воды, наверное, все-таки так и не получится. Но, в общем, будем считать, что на первом контуре у меня там в районе 60 литров, а на втором контуре, наверное, в районе 30 литров, потому что одно полное ведро я уже вылил. И сейчас вот еще здесь половинка. Ну, наверное, примерно где-то так. Ну, все, наконец-то я закончил вырезать и второй насос. Я, конечно, почему-то рассчитывал, что сделаю это все намного быстрее, но, к сожалению, отвлекали по работе, поэтому у меня на это уже слово весь день. Оба насоса я уже подключил в сеть, и на них включена первая скорость. И вот уже вместе со вторым насосом котел работает. Ну, вот он успел нагреть, ну, где-то, наверное, минут 10-15 уже. Пока я еще не проверял на втором этаже батареи, но так как там контур изменяет количество радиаторов, то я думаю, что там тоже проблем быть не должно. Ну, что ж, теперь наблюдаем до следующих выходных, то есть неделю, как она вообще, вся система будет функционировать, функционировать, не появятся ли какие-то новые проблемы, или там главное, чтобы ничего не потекло. И потом уже, если все хорошо, то буду разводить провода, убирать это все и прятать в короба. И подключать, как я уже говорил, к выключателям. Почему эти два дополнительных насоса я поставил именно на обратке, а не на подаче? Но, на самом деле, по этому поводу мнение у всех разнится. Я читал очень много информации в интернете, и кто-то говорит, что нужно ставить насосы на подаче, кто-то говорит, только на обратке. Но, к примеру, вот этот насос на теплый пол, который я установил ранее, стоит у меня именно на подаче, и пока каких-то там проблем я не заметил, но на теплый пол у меня запущен только один контур пока. Но в будущем, если появятся какие-то проблемы, то у меня есть возможность переставить его на обратку. Я специально заложил сразу эту возможность. Есть два основных момента, почему ставят насосы именно на обратку. Первый момент – это если температура теплоносителя выше 100 или, по-моему, 110 градусов, точную цифру не помню, то срок службы насоса резко уменьшается. Но это, наверное, больше связано, точнее, актуально для каких-то старых АГВ, потому что на моем котле и на всех современных теплоноситель регулируется на самом котле. То есть у меня сейчас выставлено 66 градусов, и, соответственно, он не греет теплоноситель выше заданного параметра. А если вдруг что-то случится, и где-то теплоноситель начнет перегреваться, и температура там начнет расти, там, грубо говоря, до 70 градусов, то на котле сработает защита, и он отключится. А второй момент установки насоса именно на обратке связан как раз с перегревом. Ну, допустим, что если бы у меня все три насоса были установлены на подаче, то есть вероятность того, что уже нагретый теплоноситель, который гонит наши насосы, не будет успевать поступать по всей системе, и, соответственно, он будет все греться, греться и греться. И здесь уже сработает защита на газовом котле, и он отключится. А если наши насосы стоят на обратке, то они все время гонят в наш котел уже остывший теплоноситель. И, соответственно, перегрева, ну, точнее, наверное, шанс перегрева уже намного меньше. Не знаю, насколько эти два моих утверждения верны, но это лично мое мнение, и, естественно, я никому его не навязываю. Просто к такому выводу я пришел к каким-то своим там умозаключениям и какой-то некой информации из интернета, и поэтому установил эти два дополнительных насоса на обратке. Как я уже говорил, пока я еще не знаю, что делать с этим насосом, который установлен у меня на подаче на контуре теплых полов. Как вы считаете, может быть, его сейчас уже переставить на обратку или оставить там его, где он сейчас установлен. Напишите, пожалуйста, свое мнение в комментариях. Буду очень благодарен. Ну что ж, друзья, прошла ровная неделя с того момента, как я врезал в систему отопления два дополнительных насоса, и за это время никаких проблем с системой не было, кроме одной. Данная проблема заключается в моих не очень прямых руках, потому что я, по всей видимости, плохо намотал лен на американку, и на первом и на втором насосе через несколько дней начала чуть-чуть капать вода. Но этот дефект я сразу устранил в течение 15 минут, просто открутил насосы, намотал заново лен, промазывал все уплотнительной пастой, и все установил обратно, и уже вот в этом виде система работает несколько дней, и никаких подтеков и течи нет. Что касательно работы системы отопления с двумя дополнительными насосами, но врезка двух насосов повлияла определенно положительно, во-первых, потому что теперь все радиаторы прогреваются одновременно, и мне не нужно бегать и балансировать краны, шаровые краны, как я это делал ранее. В данный момент у меня все краны и на подаче, и на обратке открыты полностью, и все радиаторы горячие. А второй момент связан с тем, что теперь система отопления прогревается намного быстрее, потому что теперь есть принудительная циркуляция теплоносителя в системе. Да, до этого она тоже была с помощью насоса в газовом котле, но все-таки объем большой, и по всей видимости он не справлялся. И теперь я замечаю, что радиаторы действительно прогреваются быстрее, и, соответственно, так как есть циркуляция теплоносителя, то и остывают они, ну, незначительно, но медленнее. В данный момент все четыре насоса в системе отопления, то есть насос на контуре теплых полов, насос на первом, на втором контуре, и насос в самом газовом котле, включены на первой скорости, и этого, в принципе, вполне достаточно. Питание всех трех насосов, установленных на контурах, я вывел вот на такие вот выключатели. По мне это очень удобно, то есть закончился у нас отопительный сезон, мы их просто выключили. Надо включить какой-то контур, к примеру, только теплые полы, и мы включили только насос теплых полов, и по мне это удобно, и не занимает место в розетках. Получается, что три выключателя, это насос на теплые полы, насос на первый контур, насос на второй контур, и также четвертый выключатель, и я на него вывел септик, потому что я посчитал, что это также будет удобно, и надо будет выделять еще одну розетку. В общем, результатом я доволен, и не пожалел, что я обрезал два дополнительных насоса. Единственное, что, конечно, это нужно было делать в самом начале. Если у вас такие же проблемы с радиаторами, как у меня, то, скорее всего, установка одного насоса, или, как в моем случае, два, потому что у меня несколько контуров, скорее всего, решит вашу проблему, но перед этим, конечно, лучше изучить информацию в интернете или посоветоваться со специалистами. Ну, а на этом я с вами прощаюсь. Вот такой вот получился выпуск. Надеюсь, что он был интересен, кому-то, наверное, и полезен. С вами был Вадим, проект 22 сотки. Всем до новых встреч.